Добрый день, меня зовут Гончаров Станислав. Тема моего доклада сегодня это свободные библиотеки интервальных вычислений при подготовке бакалавров и магистров направления математика и компьютерной науки в Кубанском государственном университете. Соответственно, ни для кого, наверное, здесь не секрет, что одной из актуальных проблем современных компьютерных вычислений является точность представления чисел с плавающей точкой, которая может при решении задач впоследствии приводить к неожиданным результатам, которые будут абсолютно не сходиться с предполагаемым решением. Одним из инструментов обхода этой проблемы является интервальный анализ, поэтому о нем сегодня и поговорим. Кроме этого, увеличение вычислительных мощностей современных компьютеров подразумевает вычисление на них реальных задач, инженерных, физических, математических, которые было бы тоже неплохо показать студентам и магистрам, потому как для их дальнейшей деятельности это будет отличный подспорь и отличный трамплин для дальнейшей работы. Соответственно, интервальные вычисления в Кубанском ГУС-универе на факультете математики и компьютерных наук представлены в виде блоков в двух курсах. В курсе современные методы опработки числовых данных для бакалавров направления подготовки математики и компьютерной науки и блок внутри курса компьютерные технологии в науке и образовании для магистров, тоже математика и компьютерной науки. Соответственно, среди программного обеспечения, которое используется, у нас это пакет интервальных вычислений для Octave. Обычно на нем как раз бакалавры развлекаются. Библиотека интервалов C++ Boost Interval и библиотека интервалов BLEEP и 1788. Все они свободные, поэтому их и используют. Бакалаврам на их блоке интервалов в их курсе предлагается решить стандартные задачи, иллюстрирующие проблему точности вычислений. Такую, как произведение векторов, где что-то очень большое умножается на что-то очень маленькое, и мы в результате получаем ошибку. Если я не ошибаюсь, то без длинных вещественных в первом примере получается ноль, а при точном решении 1783, по-моему, если не ошибаюсь. Кроме этого, различные функции, функции румпа, рациональные функции, которые связаны по большей части с возведением степени больших чисел, либо с делением. Еще пример. На этих задачах они тренируются, они смотрят, что, оказывается, у нас компьютер не все считает достоверно точно, бывают проблемки, и, соответственно, они знакомятся с проблемой точности вычислений. Магистрам же может быть предложено решение вот таких задачек, которые выведены из реальных инженерных задач, то есть математические модели реальных инженерных задач. Как, например, задача теплопроводности металлической пластины, задача в андерполе, прямая и обратные геодезические задачи, где по координатам двух точек глобуса нужно найти азимут или расстояние между двумя точками, ну и, соответственно, обратная задача. Кроме этого, математические дифференциальные уравнения первого порядка, в первом коэффициент ε, соответственно, он по умолчанию 0,01 для примера. Но чем меньше мы его берем, соответственно, тем сложнее вычислить корректный ответ. Дифференциальное уравнение в окрестности π пополам, тангенса и косинуса. Ну и краевая задача, там тоже коэффициент ε, небольшое число. Соответственно, на этих задачах могут тренироваться магистры. Приняв решение объединить интервальный анализ и все предыдущие перечисленные задачи, было принято решение написать библиотечку, которая бы содержала в себе инструменты для решения подобных задач. Разработана она с использованием библиотеки Boost Interval и содержит в себе следующие функции. Нереализованы простейшие матричные операции, сложение, вычитание, умножение матриц, вычисление обратной матрицы, определитель, алгоритмы решения системы алгебраических уравнений, можете посмотреть, алгоритмы решения нелинейных уравнений, пока метод Ньютона, и алгоритмы решения Diffure, первого и второго порядка. Соответственно, библиотека еще дополняется, она еще не закончена, тестим. И, соответственно, порешали задачки. Вот одним из примеров решения была вот такая система линейных уравнений. Здесь точные значения представлены как коэффициенты C0, C6, вот они в виде дробей, а те значения, которые были получены в виде интервалов нашей библиотеки, внизу, слева это метод Жордана Гаусса, а справа метод LU разложения. Ну, если посчитать дробь, то мы увидим, что дробь как раз аккурат попадает в эти интервалы. То есть решение верное. И второй задачкой, которую мы еще решали, была Diffure, которая там представлена была. Для коэффициента ε в одну сотую наилучший результат выдал метод Runge-Kutta, но функцию пришлось разбить на 150 промежутков. То есть при меньшем развиении мы не получали достоверного решения. Соответственно, к итогам. Разработана и дополняется библиотека решения задач на основе интервального анализа. Ее набор инструментов позволит использовать ее в образовательном процессе. И в результате можно сказать, что студенты-магистры при изучении интервалов получат не только теоретические знания, но и смогут применить интервалы и применить свои знания на практике при решении моделей реальных высокоточных задач. У меня все. Готов ответить на ваши вопросы. Скажите, а вот где ссылочка в этом докладе или где-то у вас еще есть, чтобы ознакомиться с кодом, посмотреть на вашу библиотеку изучения? Я еще не выложил код. Я его еще запитнул. Там есть некоторые багатрицы. Он будет на сайте 1.air. Ссылочку я предоставлю, но сейчас ее нет. Просто еще не до конца дописано. А на каком языке у вас реализованы? C++. Вы Boost использовали, правильно? Boost, да. То есть вы на основе Boost интервала реализовали уже вот эту библиотеку? Да. За основу были взяты интервалы библиотеки Boost. И с их помощью были реализованы функции, которые вы на слайде представлены. Я понял, спасибо. И еще маленькое такое замечание. Сейчас в LEPC есть стандартный тип float 128. И ваш первый примерчик с перемножением векторов, по-моему, он потянет. То есть просто вам нужно пример усложнить немножко. Вы просто тестили на обычных 64-битных, вот он не потянул. Ну вот сейчас уже LEPC дополнили этим типом. И как бы он из коробки, в принципе, везде доступен. Понятно, что это в целом никак не изменяет того, что из задачи, где только интервальные методы позволят решить. Но вот конкретно этот примерчик, его усложнить вам не нужно. Хорошо, господи. Собственно, дополню вопрос, наверное, в некотором смысле, что готовый код, он обычно или совершенный, или мертвый. Вот, если вы стесняетесь считать свой код совершенным, это здраво, а вот ждать, пока он, так сказать, похолодает, наверное, не стоит. Я просто еще не успел выложить ее, но я выложу. Это все бывает. Конференция все-таки про свободный сад. Да, прошу. Прилетел, да, слышно. Можно именно вопрос методический. Главное, что преследовалось, да, то есть это у вас проект был для студентов, правильно? Главное, это был готовый продукт и научить их интервальным методам. Ну, вот у вас математика, информатика, да? Или же все-таки преследовалась еще идея и рассказать, как вы это решали. То есть это в итоге больше для математиков или больше для информатиков? Вот у меня какой вопрос возник. Ну, вообще подразумевается использовать эту библиотеку при подготовке детектических материалов каких-то, то есть для решения поставленных задач. Наверное, она подразумевается больше как набор инструментов, то есть у вас реализованы функции, и вы их можете применять. Ну, то есть готовый продукт, мы говорим, вот, ребята, когда вы будете решать задачки… Ну, если у вас не получается своими методами решить задачку, попробуйте посмотреть, что получится с помощью этой библиотеки. Ну, можно еще рассказать и как делали, и как писали, что он свободный тоже. То есть она такая монетка с двумя сторонами, ну, в любом случае, да, хорошо, спасибо. Павел Волнейкин, базальт СПО. А вот расскажите, у вас нет случайной рекомендации, как… Ну, вот человек написал программу и считает, что она вычисляет все хорошо, да, но потом у него входные данные такие оказываются, когда получается ошибка вычисления. Как находить такие места в ходе, как потенциально, значит, оценивать свой код? Вот, на наличие вот подобных ошибок. Когда может потребоваться интервальный анализ? Ну, мне кажется, что здесь лучшим способом, если у вас ход какой-то написан, это подобрать некоторое количество тестов, вот, и рано или поздно какой-то из них может выдать ошибку. А по поводу, в какой момент именно применять интервалы, почему именно их, в этом вопрос. Ну, как еще я могу переформулировать? Как мне узнать, что мне пора применять интервальный анализ? Ну, например, если в результате решения получается, ну, предполагается, число с большим количеством знаков после запятой, или если необходима точность решения, там, несколько десятков знаков. Вот, и хотелось бы понимать, в каком интервале хотя бы это число лежит. То есть мы не можем там вывести на экран это число, или там сохранить в памяти компьютера это число, но мы можем вывести хотя бы примерное распложение решения, получить интервал. Либо когда нам нет цели, наоборот, получить точное решение, надо хотя бы знать вот откуда и куда. И тогда интервал, в принципе, подойдет. Интервальный анализ, это же не только, вообще говоря, про высокоточные вычисления. Это же мы даем студентам инструмент, который, есть же целый класс задач, которые не относятся к высокоточным вычислениям, и вообще к проблеме точности, где применим интервал. Там, где исходные данные попадают в какие-то интервалы и могут меняться. Изменение какого-то одного параметра приводит к совершенно качественной другой картинке результата. То есть это не только про высокоточные вычисления. Об этом мы студентам тоже говорим, но, к сожалению, мы, может, не успели, может, на все время не хватает. Задач такого класса мы пока не нашли и не успели. Мы только начинаем вводить вот этот спецкурс для бакалавров. Мы только первый год, читается он по проблеме точности. Может быть, его и переименовать надо, что он не только про проблему точности. Эта проблема есть, это действительно просто надо учитывать, что это не только интервал, это не только про точность. Там же у этих новосибирцев, там же у них целая школа, где они вообще не точностью занимаются. Они вообще используют его для других целей, потому что у них спор с немцами и американцами на тему, ну, нужно ли вообще использовать его в высокоточных вычислениях. У меня такой вопрос возник к вам. Можно ли использовать интервальные методы для решения нестабильных задач, вроде, например, интегральных уравнений первого рода, где у нас изменение на дельта-х входных данных приводит к изменению на у выходных? Ну, так проблема в том, что надо написать интервальные методы решения интегральных уравнений. Это немножко... Ну, как бы это возможно? Или это... Ну, наверное, возможно, но не занимались этой задачей. В моем понимании вообще, кстати, общие библиотеки для интегральных уравнений, они настолько, по-моему, индивидуальны. Индивидуальны. То есть это, наверное, не на уровне библиотек может быть подумать, какие там нужны инструменты именно низкого уровня численных методов интервальные. И все равно дать только инструмент. Потому что писать библиотеку для интегральных уравнений, ну... Оно же каждое. Там чуть-чуть меняется, и веселье начинается по новой. Яс, спасибо. А то опять кинем куда-нибудь не туда. Спасибо за доклад. Следующий у нас в Валканах Сан.